Добрый вечер, вы же мои коллеги. Начинаем пересонную после мальчего пресс-конференцию, посвященную перенесенной встрече 16-го тура. Славя Мозрь, Зинамо Минск, тренер футбольного пункта Зинамо Минск, Сергей Петрович Митч. Ваши комментарии, пожалуйста, следующая встреча. Игра держала в напряжении зрителей, так сказать. Могли выиграть как одна команда, так и вторая. Были в конце момента и у нашей команды, и у Слави Мозрь. Были красные карточки, финальцы. Закончилась игра ничейным исходом. Ну что делать, значит, справедливая ничья сегодня. Спасибо. Вопросы? Валерий. Прибавляем вас. Сергей Петрович, пожалуйста, вы уделяете сегодня содержание мобильного? Нет, конечно, хочется видеть немножко другую игру. Больше надежный контроль мяча, больше выигранных единоборств. Один в один. Ну, есть над чем работать. Спасибо. Играя на привычное время матча, не самое большое количество зрителей, чувствовали ли вы футбольную атмосферу? Нет. Когда гимн начал играть, я помощнику Денису Поречина сказал, что посмотри, зрителя вообще нет. Три часа дня, будний день, конечно, атмосфера нефутбольная была. Ну, что сделать, когда мы так назначили время, значит, приходится нам делать свою работу футболистом. Играть в это время. Спасибо. Спасибо. Благодарю. Сергей Петрович, скажите, прокомментируйте, пожалуйста, эпизод с нарушением правил Галапеевича. Оправдан ли был его фонс? Что комментировать? Я скажу сугубо мое мнение. Когда человек играет высоко поднятым, например, ногой в лицо, уже целенаправленно идет. Это красная карточка, вопросов нет. Но когда человек понимает, что он играет грубо, но убирает ногу, я считаю, это нарушение, понятно, но не красная карточка. Я считаю, что судья мог показать желтую карточку Пеевича, предупредить. В моем понимании это желтая карточка. Он не играл целенаправленно, он в последний момент убирал ногу, чтобы не нанести игроку-сопернику травму. Так что хотелось бы, чтобы... Ну, это сгубо мое мнение. Может быть, судейский корпус по-другому разберет этот момент. То, что я видел в бровке. Спасибо. Владимир, пожалуйста. Василий Петрович, сегодня у нас на фиксирование 23 фола. Можно ли говорить, что это тактика мелкого фола? Нет, просто ребята не успевали. Не хватает, наверное, концентрации игре в один в один. Когда еще мяч соперника, ты уже должен предугадывать, куда пойдет мяч, чтобы быть готовым сыграть на опережение, чтобы выиграть мяч, выиграть единоборство. А многие сегодня у нас смотрят футбол, а потом хотят сыграть на опережение, выиграть единоборство, но не успевают и приходится фалить. Так что это момент концентрации, подготовка к игре и так далее. Индивидуально каждого футболиста нашей команды. Отсюда и много проверенных единоборств. Спасибо. Если есть последний вопрос, Валерий, пожалуйста. Мы хотели выиграть эту игру с заменой связанной, чтобы усилить игру в атаке, чтобы были моменты, чтобы реализовать их. Фатай был в конце момент хороший, хорошо разобрался, но попал, не помню, в защитника или в вратаря. Так что повезло немножко с этим моментом, но мы хотели усилить атаку, потому что энергозатратная работа у трех нападающих. Тем более, когда остались в меньшинстве, большой объем работы делал и Фил Иванов, и Данила. Так что замена связана по этому поводу. Записываем на следующий вопрос. Сергей Бережеевич, в четырех из пяти последних матчей Динамо дефектированы ничья. С чем связано, что вы сбились на игроковый результат? Мы знали, с чем связано. Хотелось уже, конечно, победить. Будем настраиваться на следующий угол. Хотим побеждать, конечно, ничья. Это не самый благоприятный результат для нашей команды. Что делать? Такой футбол, надо это. Пережить и готовиться к следующим играм. Давайте Сергей Петрович поблагодарим за пресс-конференцию. Дмитрий Петрович поблагодарю за пресс-конференции. Спасибо.